Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио-видеослушатели. Мы продолжаем путевые заметки из Амстрадама. Сейчас с Пейлс-Пс-Лепс-Лепс-Лепс-Лепс-Страт мы находимся и Кайзер-Канал. Перекресток такой, одна из основных улиц. Я сейчас покажу, как она выглядит. На самом деле я это место выбрал из-за красивых домиков. Кайзер-Канал, там дальше есть еще Бринц-Канал, Херен-Канал. Херен это типа герцог, ну Кайзер понятно, да, то есть Королевский канал, там Бринц-Канал и дальше типа Рабочий канал. Здесь, как видите, находятся красивые домики, вот эта вся улица. И, соответственно, вот этот вот домик, который такой вот красивый, вы всегда его запомните, там находится смарт-шоп. Смарт-шоп, это значит, на самом деле там продают наркоту. А путь наш лежит очень простой. Напомню, что я еду на все той же Колобешке, она же по-русски самокат. Путь наш лежит к магазину электроники. Видите, тут очень многолюдная улица, много магазинов, ресторанчиков и так далее и тому подобное. Я сейчас совмещаю два дела. Снимаю, стараюсь, чтобы моя голова не сильно дергалась, крутилась, чтобы вы видели окружающие дома и тому подобное. Плюс смотреть на людей, чтобы и смотреть на дороги, да, чтобы не найти какую-нибудь страшную яму, поскольку Колобешка это все-таки не велосипед и небольшие бугры будут срабатывать. Ну, видите, все-все-все забито магазинами. На самом деле, один из магазинов весьма и весьма знаменит. Я сейчас расскажу, почему. Здесь, кроме всего прочего, куча различных... Вот теперь вот это был Хайзер канал, теперь это Херен канал. То есть типа вождя или принца. Здесь дальше начинается уже и цветочный рынок, на который мы сейчас прогуляемся. Так, Cheese Company. Вот вы видите Херен канал. То есть, да, чем круче канал, чем ближе к центру, тем круче у него были здания, да. То есть вот вы видите богатые здания, некоторые... Ну, вот в одном из них Босс, да. Некоторые здания имеют не три, а четыре, пять окон, что говорили, выходящие на канал. Что говорит о высоком богатстве их владельцев. Вон там, где... Смотрите, какое крутое желтое здание на углу. Не знаю, засвечивает, не засвечивает сейчас вагн этот. Солнце. Надеюсь, что не очень. Мы подъезжаем к самому знаменитому магазину. Почему он самый знаменитый? Вы знаете, что я люблю гаджеты. И вот он, Paradigit Computer, да, то есть все та же улица, господи, как она называется. Вместе с Херинг-канал Перекрестка, да. Здесь полно гаджетов. Что здесь продается? А непонятно? А понятно. Роутеры. О, смотрите. 300 евро Lenovo. Круто. Так вот. О, клавиатурки прикольные, рапушные. А то, что за 400 евро продают, я такое и не видел. Это тоже какое-то бездлинного, с магнитиками и тому подобное. Клавиатура к Surface. Что это такое? Непонятно, за 500 евро. О, Surface. Surface 2. И почем у нас Surface 2? Surface. Surface 2. Surface 2 с 32 гигами. 140, 150 евро. 140 евро. Surface 2 с 64 гигами. Ирисоваться с этим. Почти 900 евро. Ну, это круто. Вот. А особенность этой штуки состоит в том, что вот здесь, в 2000 году, я купил свой первый КПК на Windows CE. После этого у меня появилось, скажем так, увлечение, да. А Windows CE я стал активно им пользоваться, активно работать, активно разбираться и так далее. Именно благодаря этому магазину я стал тем, кем стал. Сейчас здесь, конечно, стоят жесткие диски. Жесткие диски, это вам неинтересно. Ну что ж, давайте двигаться дальше. В общем, будете в Амстердаме, не забудьте пара-диджит девайсы. Зайти, посмотреть. Господи, как же эта улица-то называется? Сплинт, Тесинт и так далее. Ну, а дальше мы направляемся на рынок цветов. Кстати, перед рынком цветов, видите, вон такая вот штучка стоит. Их полно в Амстердаме, но я покажу те, которые знаю, с рыбками, да. Здесь продаются рыбы. Бутерброды, вы знаете, хот-доги, американское извлечение. И изобретение, а как его там, рыба с хлебом, луком и солеными огурцами. Изобретение, как ни странно, как ни странно, это самое, голландское. Здесь есть очень вкусная копченая, угорь копченый за 4 евро. Такая вот бутерброд 350 стоит за селедка. За селедка очень и очень классная. Ну, а здесь рынок тюльпанов, все виды тюльпанов и прочее, прочее, прочее. Вы можете успешно купить такие луковицы, такие луковицы, такие. Помните, что их нужно высадить в течение 30 дней. Или же, на самом деле, многие, как бы, если вы летите самолетом, таможни блокируют ввоз подобных сувениров. Ну и дальше шопы и, конечно же, большое количество сыра, различного сыра. Магазин, с одной стороны, тюльпаны, с другой сыр, овечий сыр, да, там козий сыр, эти чиз-стор. Все фотографируются там в больших лаптях. Люди сидят прямо на улице. Вот люблю тоже так посидеть. Но поскольку я буквально на денек, то, соответственно, снимать будем видео, а не сидеть. Сидеть некогда. Ну и, чтобы вы представляли, да, вон цена за один пакет 3,50, за три пакета 10 евро. Готовые уже, вон, луковицы, не обязательно пионов, да, то есть не обязательно тюльпанов, всякие пионы и прочая хрень. Есть семена там декоративных подсолнухов. Есть, вон, семена в больших пакетиках. Хотя, наверняка, там внутри пусто. Есть, вон, такие вот подарочные вещи, да, то есть там маленькая такая вот... Горшочек маленький, готовая трава в виде торфа и семена. Вы бросаете семена в торф, заливаете водичкой, и оно начинает вам расти. Здесь вот сувениры, опять же. По поводу сыра, да, то есть кто будет писать, а где покупать, а что лучше и так далее. Я не знаю, в принципе, как бы я покупал здесь в разных магазинах и всегда с одинаковым качеством. Особенно, смотрите, там черный козий или овчий сыр, да, то есть он такого черного цвета, он более твердый и очень вкусный. Хорошо идет к вину. По-моему, последний раз я приобретал сыр вот в этом вот сырном магазине. Или не в этом. Ну, в общем, где-то здесь. Или здесь. Или здесь. Везде-то там в национальных одеждах люди. То есть, а тут пройти уже, по-моему, нереально. Дети, сыр, дети, сыр, люди. Это просто какой-то капец. Приходите, выбирайте, смотрите, покупайте, кушайте. Лишь бы вы потратили здесь немного денег. Но, опять же, хочу сказать, что самолетам, ну, как повезет. Туристические поездки. Кактусы любят. Как смотрите, цветные кактусы. И не обязательно кактусы. Что это за крин-то? Нет, это какой-то кактус, который питается чем-то. А, это тот, который насекомыми питается. У кого много мух или комаров, сможет купить. Ну, что ж. Солнце. Надеюсь, вы не сильно засвечиваете. Ну, видите, выходные дни. То есть, народ не сильно напрягается. Народ оглядывается, что ж каждый раз-то. Смотри-то на меня. То есть, выбор цветов просто громадный. Любые луковицы, любые растения. Вон, вплоть до мини-оранжевого дерева. Наверное, чтобы оно выросло нужно лет 10. Кошечки, собачки. Опять же, эти хищные растения. Это точно хищные растения, слушайте. Я его узнал. У него такие вот штуки. Когда туда садится насекомое, оно его оп и съело. Просто шопы. Бонзайи. Мельницы. Вот то, что я говорил. Маленькие такие штучки. Вы покупаете, садите, и оно растет. А теперь я смогу проехаться. Ну, в общем, будете здесь. Опять же, смотрите видео. Время от времени будут урезки местоположения, где, чего и как я снимаю. И вы сможете увидеть, куда вам стоит пойти и где это все посмотреть. Не забудьте про магазин. Не забудьте, что в том числе и канал обязан своим появлением, моему увлечению различными гаджетами, мобильными и так далее. Хотя до канала у меня тоже были мобильные гаджеты. И тот же, как его по-русски, я по-английски. Леново, Леново. Либретто, Тошиба и прочие. Но это все ничего по сравнению с остальным. Да, вот карта. Вы можете увидеть, где мы есть. Как-то это место называется. В общем, это одна из оборонительных башен старого Амстердама наблюдательных. Да, то есть тут, как вы видите, и Макдональдс, и паста, и что угодно. И именно от него, это тот самый Херен канал, именно от этой башни начинается пешеходная улочка, где есть, опять же, все магазины. Народ там шопится, развлекается, прогуливается, смотрит архитектуру. А здесь еще какой-то музей или магазин фарфора, да, вот видите, все эти вещи. Ну что, что я еду дальше. Разноязычная речь. Потихонечку съезжаем. Как я красиво качусь. Прикольно? А все почему? Потому что у меня есть колобешка. Не знаю, как это выглядит на камере сейчас. Должно быть очень плавным движение. Кто говорил, что у меня дергается голова, теперь она, я думаю, не дергается. Посмотрите, я буду рассматривать шедевры архитектуры. Посмотрите, какой дом, кстати, в Амстердаме. А это вот торговый центр. Если я не ошибаюсь, на крыше торгового центра есть кафешка, на которой поднимаются лифты. Вы сможете посмотреть панораму этого Амстердама вообще. Но я туда не полезу. Да, так вот, в Амстердаме красный кирпич считался очень круто. Поэтому вы видите дома такого рыжего цвета. Ну, понятно, все, что было красным 200 лет назад становится рыжим. Буквально через 50 лет. Мы сейчас едем дальше, к окончательной точке нашего маршрута. Ну, вот видите, H&M, Fossil, прочее, прочее, прочее. Мы сделали небольшой круг, на самом деле, если смотреть на эту улицу... Как же и она там называется? Вот, честно, эти улицы, я не знаю, вот туда можно пойти, и вы зайдете на тот же Лейпи-Пейсе, как-то вот туда вот, да. То есть мы свернули, там начинается рынок, мы сделали круг. Посмотрите, опять же, на карте. Тут, вы видите, просто толпы народа. Стоило вот это вот ехать из Дортмунда. Сюда три часа, чтобы вот это вот так вот левайс. Никто не хочет себе джинсы Левайс. Говорят, в Левайсе новая спатья, скини джинсов, которые очень-очень обтягивают. И так далее. Смотрите наверх. Вот эти вот крюки, если вы видите на зданиях, это крюки для того, чтобы поднимать мебель. А в реальности, да, то есть как бы тут лестницы настолько крутые, что фактически такое чувство, что ты карабкаешься по каким-то реям корабля, чтобы сэкономить место, да, то есть внутреннее пространство. Понятно, что в Амстердаме охраниченное пространство ввиду осушенной земли и так далее. Хотя в самом Амстердаме живет 700 тысяч человек, здесь плотность населения достаточно низкая, зато плотность застройки очень высокая. здесь тоже вы видите некое количество. А я поворачиваю на небольшую такую улочку. Это небольшая улочка, рядом площадь. Сейчас мы посмотрим, где это все находится на самом деле. И заодно узнаем, как называется улица, по которой... Блин, да как это я не люблю, когда ты так делаешь. Ага. Калверштадт называлась улица, по которой мы ехали, или нет? Да. Она пешеходная, она идет прямо к центру города, к тому самому площади Дам. Дам. Вот она. А мы находимся на перекрестке Калверстрат и Спуи. И тут такая площадь Спуи. Вот она. А здесь продают самую вкусную рыбу. Видите? Кофе и чай. Все такое дело. Ставим колобешку. Надеюсь... Этого человека я видел уже несколько раз. Каждый раз, когда я бываю в Амстердаме, он все еще продает самые вкусные, самые лучшие бутерброды с рыбой. Да? Жареные. Вон ваша сосисочка, да? То, что называется харин. А вон у вас копченые различные штучки. Видите? Вот так вот это приготавливают. Сейчас его посыпят. Лучком посыпят огурчиками. Дадут флажок и будет вам счастье. И за это 3,50. Как вы видите, тут узнают, потому что регулярно питаюсь. Ну, вот такое вы получите. Особенно с хлебом. С хлебом и на самом деле будет вкуснее. Вот такая вот вещь, да? Ну и дальше бутерброды. Место запомнили. Что ж, будем прощаться. Напомню... Пожалуй, это делать... Вот видите, опасно двигаться, потому что везде велосипедисты. Хорошо, хоть они иногда звонят. Напомню, что с вами был я, Игорь Шестидко. Вот они опять едут. Да что ж это такое? Это были путевые заметки из Амстердама. Приезжайте еще. Я подвергаюсь свою жизнь сейчас опасности. Приходите еще на мой канал. Подписывайтесь. Всего хорошего. Удачи. Всего наилучшего. Потому что вы представили, насколько все плохо. Вот вам толпы этих велосипедов. Велосипеды везде. Велосипедисты везде. Если вы собираетесь ходить по Амстердаму и слушать музыку, это реальный шанс быть сбитым. Потому что велосипеды, в отличие от автомобилей и даже мотоциклов или мопедов, подкратываются бесшумно. И это будет полный капец. Поэтому следите за собой. Удачи. Здоровья. Не забывайте подписаться на мой канал. Ставить лайки. Путевые заметки из Амстердама. Мы посмотрели торговые улицы города, а не только квартал красных фонарей. Все. Всем счастливо. Пока. Увидимся. До свидания.